Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Сегодня четверг, 23 июня по новому стилю или 10 по старому. Эта неделя сплошная. И сегодня память святых IV века. Мученика Александра и мученицы Антонины Девы. Священомученика Тимофея епископа Прусского, преподобного Феофана Антиохийского, святителя Вассиана епископа Лавдийского IV-начала V века, преподобного Силуана Схимника Печерского в дальних пещерах Киево-Печерской лавры, подвязавшегося в XIII-XIV веке. Обретение мощей святителя Василия епископа Рязанского в 1609 году, святителя Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского XVIII-начала XVIII века, священномученика Тимофея Ульянова-пресвитера, почившего в 1940 году. Празднуются соборы сибирских и рязанских святых. Прославляется икона Божией Матери, споручница грешных Корецкая. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы молитвенно обращаемся ко святителю Иоанну Максимовичу. Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и все Сибири, чудотворец в миру Иоанн Максимович родился в городе Нежине в 1651 году. У его отца Максима Васильевича и матери Ефросини было семеро сыновей, из которых Иоанн был старший. По окончании Киево-Могилянской коллегии, позже преобразованной в Киевскую духовную академию, будущий святитель был оставлен при ней учителем латинского языка. Тогда же, в 1680 году, он принял в Киево-Печерской обители монашество и углубился в подвиг внутреннего делания. С общего согласия братьей молодому иноку поручили ответственное послушание проповедника. С того времени и раскрывается его исключительный талант красноречия. Он придавал особое значение внутреннему самопознанию. Сразу же определилась и главная тема его жизни – как человек должен свою волю согласовывать с волей Божией. Ее он развивал и в проповедях, и в своем последующем миссионерском служении. Ответом на этот вопрос явился труд, изданный в конце его долгой подвижнической жизни под названием «Иллиотропион», что по-русски значит «подсолнечник» или «сообразование человеческой воли с божественной волею». В 1685 году его отправили с посольством в Москву. Там патриархом Иоакимом он был назначен наместником Брянского Свенского монастыря, подчиненного тогда Киево-Печерской лавре. Святитель Феодосий архиепископ Черниговский в 1695 году, незадолго до своей кончины, в 1696 году назначил иеромонаха Иоанна архимандритом Черниговского Елецкого монастыря и наметил его своим преемником по кафедре. 10 января 1697 года патриарх Московский и вся Руси Адриан с собором епископов хиротонесал архимандрита Иоанна во епископа Черниговского в Большом Успенском соборе Московского Кремля. По вступлении в управление епархии епископ Иоанн создает при Черниговской архиерейской кафедре коллегиум, подобно Киевской академии, который, по мысли святителя, должен был украсить Черниговские афины – школу просвещенного благочестия. Ввиду высокого уровня богословского образования и воспитания школа святителя Иоанна получила широкую известность. По существу, это была первая семинария в России, по образцу которой стали открываться духовные семинарии в других епархиях русской церкви. Тогда же святитель открыл типографию, в которой он и его преемники издали много сочинений духовно-нравственного содержания. В Чернигове в 1714 году святитель впервые издал и свой главный труд, написанный на латинском языке. Особенностью выпускников киевской школы было то, что свои сочинения они писали на классической латыни. Известна связь святителя Иоанна и со святой горой Афон. Он принимал особенно горячее участие в судьбе русских насельников святой горы, оказывая им существенную материальную помощь в те тяжелые годы. Сохранилась его архиерейская грамота в русском Пантелеймоновом монастыре, свидетельствующая об его отношении к святогорцам. 14 августа 1711 года святитель Иоанн по возведению в Сан-Митрополита прибыл на кафедру Тобольскую и в Сия-Сибири. Святитель неустанно заботился о просвещении своей епархии. Там он продолжил дело, начатое в Чернигове. Усовершенствовал школу, открытую его предшественником, знаменитым миссионером, митрополитом Филофеем Лещинским. Продолжил апостольскую проповедь среди язычников Сибири, обратив ко Христу многие тысячи людей. В 1714 году святитель Иоанн отправил в Пекин миссию во главе с архимандритом Иларионом Лежайским. В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу, использовав созданную им в Чернигове типографию. К тому времени относятся издания митрополитом Иоанном или у Атропиона на славяно-русском языке, чтобы его понимали и сибиряки. О жизни святителя в Сибири летописец говорит «Был тих, скромен, благорассудлив, а бедных сострадателен, милостив». Часто он помогал людям. Тайно, а иногда в одежде простого инока, приносил в дома нуждающихся щедрую милостыню. Его дом в Тобольске всегда был открыт для всех нуждавшихся в помощи и слове утешения. Даже в день представления 10 июня 1715 года святитель Иоанн после божественной литургии, как это было в обычае у него и раньше, устроил в своем доме трапезу для духовенства и бедняков. Затем, простившись со всеми, святитель удалился в свои покои и во время благовеста к вечерне скончался в молитве, стоя на коленях. Святитель был погребен в пределе святителя Иоанна Златоуста Тобольского Успенского Софийского собора. Святитель Иоанн издавна чтится в Сибири. Ввиду многочисленных чудес и давнего местного почитания памяти святителя Иоанна, в 1916 году церковь установила всероссийское празднование в день представления святителя к Богу, 10 июня. Это была последняя канонизация в российской церкви синодальной эпохи. Ныне его честные мощи почивают в Тобольском соборе покрова Божией Матери. Святителю Отче Иоанне моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители! Субтитры создавал DimaTorzok